Переизбранный президент Белоруссии Лукашенко, а ныне преступник Лукашенко, который отказывается покидать свое рабочее место, провел долгую один-на-один встречу с Путиным. Лукашенко не может подавить протесты, он не справляется с ними, ему нужна помощь. И Путин пусть и не очень радостно, но оказывает ее. Лукашенко была обещана силовая поддержка, предоставленные ресурсы российской пропаганды, а теперь и выделены деньги. Тут важно понимать нюанс. Это не поддержка в трудный час со стороны России и дружественной Белоруссии. Это один автократ помогает другому остаться у власти. Эти полтора миллиарда долларов не пойдут белорусскому народу. Эти деньги пойдут на покупку лояльности белорусских силовиков, чтобы они и дальше избивали граждан на улицах. Так что белорусам от этих денег лучше не станет. Ну и Путин-то раздает не свои деньги, а государственные, которые вполне есть на что потратить в своей стране. Нам точно не на что в своей стране потратить полтора миллиарда долларов? Дороги, врачи, больницы, пенсионеры, дети. Нет? Ладно бы, Лукашенко стоил нам, гражданам России, всего полтора миллиарда долларов. Наши ребята из открытых медиа не поленились и посчитали, во сколько России обошелся в целом режим Лукашенко. Общая оценка? 120 миллиардов долларов. Но в любом случае, это деньги российских граждан, которые пошли даже не на помощь народу Белоруссии, а на поддержание режима личной власти Лукашенко. Ну и немного на поддержание финансового положения лично Лукашенко. Эти 120 миллиардов дали Лукашенко возможность 25 лет держаться за власть, не проводя назревших реформ и наполняя свои карманы. Что и является причиной того, что сейчас Белоруссии крайне сложно обойтись без внешней помощи. Вот если бы российские власти не подпитывали режим Лукашенко деньгами, то он давно бы уже ушел от этой самой власти. А без вечного автократа у Белоруссии появился бы шанс на нормальное развитие. И страна сама заработала бы гораздо больше, чем российская помощь.